Всем привет! Сегодня понедельник и, как всегда, буду рассказывать вам новости за прошедшие 7 дней. Много интересных релизов, происшествия с концертом Трэвиса Скотта, конечно же, первые взгляды на его пары кроссовок и много других интересных новостей. Но перед этим не забывай подписаться на канал, чтобы количество подписчиков росло, конечно же, проявляя активность, чтобы YouTube продвигал эти ролики, ну и подписочку на Instagram и на группу BYE. А я не буду долго задерживаться и начинаю выпуск новостей. И давайте начнем неделю с детальных фотографий коллаборации Off-White и Nike Air Force One Mid. Честно, что-то не очень впечатлило. Подобное я видел в Инстаграме или на полках польшопов. Появляется все больше слухов о ближайшем, точнее, скорейшем релизе Easy Boost D-Rose. Будем ждать, потому что последние фоамранеры в красной расцветке не очень-то и порадовали. Канни засветился в новых сапогах Balenciaga. В коллаборации с Крокс и такое ощущение, будто он набирает себе экипировку на рыбалку. Костюм Трэвиса в этом году на Хэллоуин был гораздо скучнее, нежели прошлогодний с коричневым Бэтменом. Первый взгляд на коллаборацию Руи Хачимура и Эйр Джордан восьмерки. Вот так вот. Выглядит вроде бы неплохо. Еще парочка фотографий Easy Boost 350 V2 в расцветке Beluga с приставочкой Reflective, которые должны дропнуться 18 декабря. Лично я их жду. Последняя надежда то, что здесь будет бис. Ну что, Easy 450 Dark Slate должны рестолкнуться в ноябре этого года. Пресс F-холдером, конечно же, потому что я в один момент думал, блин, классно захолдить черные. Хорошо то, что не стал этого делать. Говорят, что Easy Neat Runner Boot в расцветке или названии Sulfur дропнутся 13 ноября. Вполне неплохие. Официальные фотографии Air Jordan 1 Retro High OG Bordaux. Релиз назначен на 20 ноября. И пишите, пожалуйста, в комментарии, собираетесь выбрать их себе или нет, потому что выглядят вполне годно. Ну и, конечно же, подвезли официальные фотографии двух расцветок коллаборации Тревиса Скотта и Nike на паре Air Max One. Это Бараку Браун и Уэт. Точной даты релиза, к сожалению, как обычно нам не сообщили. Ну а Кайли Дженнер показала новые. Тревис Скотт Air Jordan One Low запланированные на следующий год. Я не понимаю одного. Это будут только детские или еще и мужские, женские подвезут размеры. 29 ноября дропнутся Adidas Easy Boost 350 V2 CMPCT. Звучит очень странно, как и выглядит, конечно же, в расцветке Slate Blue. Ритейл пары 220 долларов. И, пожалуйста, напишите, сколько бы вы отдали за эту калину. Изи 500 в расцветке. Эш Грей должны дропнуться 20 ноября. Прям вот изиками начали срать. Когда они перестали быть нужны людям, их стали выпускать очень часто. 27 ноября Easy Boost 700 в расцветке Faded Azur. 700 фейдет Azur, серьезно, ну кому они нужны? И появились фотографии и коллаборации Peace Minus One, Nike на паре Quonda One в расцветке для семьи и друзей. Если честно, мне нравится этот силуэт. И прям вот под классические брючки с рубашкой я бы посмотрел, как люди фоткают в инсту. В ближайшие недели запланирован релиз Air Jordan One Low в расцветке Black White. И мне кажется, я видел подобное не один раз. Ну и если кому-то интересно, то в продажу на российской версии сайта поступили Streetball 2.0 в полностью черной расцветке. Лично я их ждал, но брать вряд ли буду. А еще я там нашел коллаборацию Шона Уизерспуна на Суперстарах, которая лежит никому не нужная. В общем-то, чекайте группу Buy, либо хотя бы сайт Adidas, потому что там промокодиком можно еще взять дешевле ее. Ну и последнее по релизам, то что еще хочется рассказать, это бюджетная коллаборация Nike Off-White, а точнее Blazer Meet 77 Jumbo. Ну серьезно, не хватает подписи там Air или что Virgil пишет обычно. Также показали официальные фотографии коллаборации Off-White Air Jordan 2 Low в расцветке White War City Red. Релиз состоится 12 ноября, и мне они безумно нравятся, кроме цен практически 27 или 28 тысяч рублей на сайте End. Детальный взгляд на Air Jordan 1 High OG Rebellioner. Релиз запланирован на 12 марта, и вроде бы и хорошо, а вроде бы как и забор исписанный такой. Не знаю, пока лично я в сомнениях. 12 марта еще не скоро, ждем больше детальных фотографий. Первый взгляд на пару Travis Scott, Nike, Air Trainer One, Cactus Jack. Вполне неплохо, только... А почему они... Ну, типа... Почему они с шипами? Официальные фотографии Off-White Jordan 2 Low еще и в расцветке Black War City Royal. Релиз также 12 ноября, и в долларах Retail 250, что для белой, что для черной расцветки. Supreme официально представили коллаборацию с Nike на паре Air Force One в расцветке Wet. Можно найти без приставочки маленькой красненькой Supreme в продаже, мне кажется, в любое время. Первые фотографии коллаборации Union и Air Jordan 2. Релиз запланирован на весну 2022 года, и мне кажется, можно уже скупать старые ретро-силуэты низких-высоких двоечек, потому что, скорее всего, в следующем году они будут править индустрией. В декабре состоится релиз новых Adidas Easy 1500, точнее, 1050 Hi-Res. На ритейл будет нереальный 400 долларов. Канни хочет стать, видимо, богатым, как Илон Маск, я не понимаю, 400 долларов куда? Ну и еще парочка фотографий, точнее, еще одна расцветка коллаборации Тревиса Скотта и Nike Air Trainer One. Пишите, пожалуйста, что думаете, и будет ли реально версия без шипов, меня вопрос этот очень волнует. Я себе лично хочу их. Первые фотографии Easy Boost 350 V2, мое любимое CMPCT Slate Red. Выглядит так, будто кто-то оставил их возле Пальшопа. Релиз в феврале 2022 года, может быть, Канни, кстати, этим вдохновился. Также, по слухам, возможно, что на этой неделе дропнется коллаборация Supreme и Tiffany, там может быть что угодно. Но говорят точно про подвеску и вроде бы как тишечки. Мерч с Astro World Tour 2021 года, ну и, кстати, грустно, второй день фестиваля отменили из-за того, что 8 человек погибли во время давки на выступлении Тревиса Скотта. Ну и все три расцветки коллабораций с Эйлих Бембри, Крокс, Полекс, Глок, которые дропнутся в следующем месяце. Их тоже ждем. Это были все новости на сегодня, поэтому не забывай, если тебе понравился ролик, большой палец вверх, конечно же, комментарии. Пиши внизу, чтобы YouTube продвигал это видео. Ну и подписочку на группу Байс, чтобы экономить, особенно в этот период, когда зимние кроссовки, нужны зимние куртки, чтобы тебя никто не боялся на улице в твоей старой. Ну и это просто экономия, и это же интерес. Пиши, если я пропустил какие-то новости на этой неделе, но это было все, спасибо тебе за просмотр, пока. Субтитры сделал DimaTorzok